значит значит так есть такая идея которой я хочу с вами поделиться идея заключается в следующем как всегда забыл отморкаться идея заключается в следующем нужно записывать вот как чтобы не забыть чё купить чё сделать чё ты должен зачем живешь в чем смысл жизни что такое что такое но вообще все вот это надо записывать во всяком случае есть такая идея и хуже от этого точно не будет но поскольку мы и так занимаемся памятованием и так смотрим одни и те же идеи читая книги и в этих книгах мы всегда ищем напоминание тех моментов о которых забываем вот все что нам нравится в книгах все что мы воспринимаем и то что нас поражает или удовлетворяет это то что мы хотим услышать это то что вот забыто каким-то образом и и мы это вспоминаем и надо вот это да то есть в наше восхищение она все равно связано с воспоминанием с тем что мы и так знаем но забываем и вот когда вы что-то вспоминаете это как будто маленькое пробуждение поэтому мы читаем книги чтобы проснуться смотрим что-то такое важное и интересное в жизни ищем что может нас пробудить ходим куда-то общаемся с кем-то ищем интересных людей ищем каких-то людей которые вот совпадают с вами которые думают также как будто вы не знаете как вы думаете зачем вам чтобы кто-то думал так же как вы тоже вы забывали вы не знаете как вы думаете вы не помните вот эту основную идею всего что есть вы что есть правда истина и вот то что надо знать помнить и для чего для чтоб не быть несчастным чтобы перестать засыпать вот в этих ролях которые делают вас терпилами они богами тоже бог создает нечто и чтобы для чего для того чтобы через это нечто прожить через это нечто проявить себя и вот в момент когда он себя через это проявляет он засыпает в этом нечто в этом терпили засыпает бог в терпили и начинает страдать и дальше ищет кого-то кто его поймет вот находит и тут ему вот это происходит меня понимают меня услышали как меня ошеломила эта фраза какая потрясающая книга какой замечательный фильм это все происходят эти микро пробуждение напоминание а ленза вспомнил а вспомнил вот это а вспомнил это и есть пробуждение я вспомнил когда вам посчастливится ли может быть кто-то уже проходил подобные ретриты пробуждения это или там с какими-то веществами или это медитации лет випассаны йоги всякие там шмёги вы можете вспомнить что с вами происходило некое озарение когда все то что казалось вам проблемами или вот вашей такой затхлой жизнью вдруг стиралась в одночасье в одну секунду его вспоминали и все освобождение происходило это пробуждение а потом опять возврат вот этих программ возврат вот этих терпил в которых опять ваше божественное начало засыпает и забывает ему опять нужно вот это вспомнить и вы опять едете куда-то в перу куда-то на айвазку куда-то каким-то шаманом куда-то какие в на какие-то опять процедуры ретриты что-то там кушаете начинаете какую-то практику и вдруг вспоминают приходит к вам это приходит и и опять просыпаетесь это абсолютно вот тоже самое синоним этого всего как вот чисто записывать какие-то вещи не забыть вот как она в духовной практике так в практике в житейской связанных с какими-то вашими делами техническими там работы заботы по дому где вам тоже нужно помнить какие-то вещи купить через делать что во сколько детей там школу отвести с этими там встретиться что-то там уборку какую-то совершить четку пить ну понятно и вот зачастую это все вылетает из головы и вы ничего не успеваете потом забываете а потом вас в этом еще и упрекают и вы потом еще я про еще глупо оправдываетесь еще глубже засыпаете вот в этом сне суеты и ну всяких вот этих дерганых переживаний и все и забываете настолько забываете что аж едете куда-то потом меняете жизнь свою едете куда-то на какие-то очистительные ретриты многолетние какие-то секты где там вот что-то происходит вспоминаете опять ненадолго за этим и существует медитация как пометование как медитация истины она вот 24 часа в сутки беспрерывно вы находитесь в этом состоянии и не забываете это шпаргалка очень простая там можно выписать несколько моментов чтобы не забывать и все время вот как только под подходит горло вот это вот состояние чё делать чё делать что сам мне опять то ли таблетку выпить то ли что-то предпринятие вот сидите утром или открыли глаза и вспоминайте что на цене сделать все что с вами не происходит этот некий поток он может быть негативный он может быть какой угодно вот какую дадите ему окраску этому потоку как каким названием его назовет ваш ум внезапно так она и будет и ничего вы с этим не сделаете вы можете лишь вспомнить что это не так например поток каких-то беспокойств поток переживаний мыслей поиска в этих мыслей сути и неполнейшая путаница дальше идет чувство вины и вот это вот состояние дальше ты вспоминаешь всю свою жизнь все свои грехи и вообще чемуришь себя по черному и и тут можно вспомнить такую первый пункт дайте жизнь всем вашим потоком вы бог вы даете жизнь только вы позволяете быть всему начался поток началась вот эта мыслительная канализация дайте ей жизнь дайте жизнь говно позвольте ему быть у говна есть причины это ваше позволение это ваша позиция над этим над этой ситуации над этим дерьмом вы не реагируете на это вы или позволяете этому быть или начинаете с этим бороться и естественно чем больше вы боретесь тем сильнее она возникает так как ваша борьба и запрос к тому с чем вы боретесь именно ваш запрос создает то с чем вы начинаете бой враг возникает только по запросу поэтому первый пункт шпаргалки это дайте жизнь всем вашим потоком не жмотись будь щедрым как проявляется милосердие как проявляется сострадание как вот так вашим позволением позвольте быть этим состоянием страдания переживания горечи боли пусть будет вы над этим вы бог позволяющий этому быть все возникает по вашему запросу все происходит по вашему запросу и это является вторым пунктом вашего напоминания вашей шпаргалки это прям следом идет все происходит по вашему запросу любая ваша потребность это всего лишь идея и этот третий пункт этой шпаргалки любая потребность любое желание любое хочу не могу надо как это сделать это идея этого нет нет того что вам нужно нет того что вы хотите как нет объекта которого вы хотите как и нет этого желания вы не хотите нет этого хотения вашего нет это идея это идея это идея всего лишь нет того что вам нужно потому что это идея мысль фантом четвертый пункт можно записать как на что вы реагируете то и происходит все что происходит в этой жизни это следствие вашей реакции на это казалось бы как вот оно произошло и среагировал для этого и нужно пробуждение для этого и нужно вот эти сатсанги для того чтобы разобраться абсолютно не в вот такой закономерные причинно-следственной связи в этом мире все происходит наоборот но кажется что нет вот так поэтому он и существует что это кажется вот этот иллюзия она возникает как раз таки для того чтобы мир случался для того чтобы сюжет возникал а то как сюжет возникнет если убийца сначала не убьет а потом его не накажут как так по моей логике сначала наказание а потом убийц возник из-за наказания и вот именно так есть запрос в том чтобы наказать по возникает злодей запрос наказать создает злодея страх злодея создает злодея как в животном мире смотри да вы знаете же вот эту ситуацию с собаками когда говорят не бойся сама она чувствует твой страх собака нападает зачастую такое бывает только лишь потому что вы ее боитесь она видит о дай-ка я его кусну он же боится меня он же это делает он же боится значит ему это надо чтобы он сейчас вот испытал этого он ждет а и она кусает нет запроса нет укуса ваш страх есть ваш запрос поэтому четвертый пункт на что реагируете то и происходит происходит вокруг ровно то на что вы реагируете все все ваши проблемы все ваши вот эти сюжеты с родственниками все ваши неудачи с парнями на настя показал не все же неудачно у тебя очень много удач на самом деле но ты вот реагируешь на неудачный самый у тебя эмоциональные ситуации когда у тебя какие-то неудачи с парнями а кто умный то что умный есть что ли существует умная эта идея вот еще один кстати все умные эта идея это идея спрятаться быть умным это значит спрятаться за умные вот и за него спрятался кашу руку умный это который хренью всякой вот жонглирует манипулирует и пыли в глаза пускает всякое вот энциклопедическое знание а умные то что умные то кто кто такой да нет ум ты вот в одном в одном аспекте знания приобрела что-то поняла дальше следующий тебе приходит ты все время будет вот экзамен на твоя глупость ты все время будет что-то происходить чтобы ты каждый раз сталкивался со своей глупостью и преодолевал его двигалась и вот развивалась он жила она всегда так будет секрет как первый класс второй третий ты же не можете вот приходит десятиклассник тебе в первый класс ты дура но относительно его десятиклассник ты дура конечно но относительно своего класса ты умная там своих задач хотя может и так быть что он то уже дойдя до десятого позабыл что в первом во втором изучали и ступи то сто процентов такое было он посмотрит на задачку предельно простую из второго класса и у чего плеть а и бы сидели на трубе а упал бы пропало что осталось на трупе и все и он на трупе что осталось на трупе все и мозг у него закипит как у робота в фильме москва кассиопе классный фильм кстати все так поэтому это относительный момент дальше идем дальше и вот пятый пункт он как раз выходит из четвертого вспоминаем на что реагируете то и происходит сразу пятый пункт ничего не происходит все есть идея только идея поэтому происходящее по вашему запросу какой бы вы не были глупый какой бы вы не были неправильный тупой не 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 нерадивый там еще какой-то несовершенный не не сложившиеся из-за чего вот так с вами такая хрень у вся эта хрень из-за вот по вашей вине это идея этой хрени нет это очередная идея которая складывается вот в голове и вам она тип там ну описывает вас описывает вас несовершен душу вы совершенный как вы газ пункт бог можно сказать условно вы шива бы высшее проявление просветленного мастера и что ну вот он просветленный мастер он что он сидит и вообще ничего ноль ему это не интересно ему это вот это вот его супер позиция мастера бога тишина и и возникает чудики в которых через которых эта тишина начинает себя проявлять тот шум тот ментальный мусор ментальные всякие паразиты это то через чего проявляет себя мастер бог вот из этой супер позиции он всегда в ней и он туда выходит жизнь возникает жизнь все что происходит это иллюзия это идея сидящего мастера бога шивы мир возникает когда шива ничего не делает и когда шива начинает танец мир разрушается шива танцуют миром шива танцует идеей идеи об этом мире идеи о себе и когда он танцует мир рушится и это идея ничего не происходит как пролоббировать обстоятельства и начать писать чего я не понял что ты спрашиваешь что ты там писать хочешь это и не нужно тебе это просто не нужно это то что отчета зависишь ты зависишь от какой-то нужды сразу вспоминай любая потребность это идея третий пункт нашей подсказки любая потребность идея вот ты это идея тобой манипулирует а нет того что тебе нужно все свобода максим у бога есть привычка ну понял ли ты что есть бог вот давайте можете еще один пункт записать шестой это ваши вопросы когда вы у вас возникает вопрос и вы его формулируете используя какие-то слова типа бог вечность смерть я путь к себе просветление и так далее вы должны понимать вы понимаете о чем вы спрашиваете вы понимаете значение этих слов которые используете в том чтобы когда формулируете свой вопрос вот ты сформулировал вопрос со словом бог а что такое бог ты понял ты знаешь как ты можешь задавать вопросы не по не понимаешь о такой бог а если ты понимаешь что такое бог если ты знаешь и постиг это этот эту идею до тушит идея люба 0 все что не назови это идея ты постиг это и и постичь нельзя потому что она как бы но она создается с тобой это то что происходит в меру твоего понимания вот и смотри понимаешь ты или чуть-чуть за кем-то повторил просто если понимаешь зачем спрашиваешь и и вопроса автоматически и просто отваливает если ты знаешь что такое бог то ты знаешь а что ты спрашивал то а какие у бога привычки а у бога есть причина а я послышал с привычка мне по послал по прочитал шпричи привычка ты спросил у бога есть причина ну то же самое какая разница постиг и что такое бог понял что такое бог сразу тогда можешь использовать его это слово в своем вопросе но только вопрос тебе этот уже не нужен будет если ты знаешь что такой бог ты понимаешь если у него причина или нет а так как вот я а я как эти отвечу если ты не знаешь что такое бог датьяна спросить что есть бог и опять тут видишь а что ты имеешь ввиду под богом когда говоришь что есть бог видите насколько абсурд на самой вот это сам факт задавания вопроса он абсурден он как можно что-то спрашивать не зная значение тех слов которые вы используете в этом вопросе бог у какого бога как его зовут что за бог языческий христианский буддистский какой-то твой собственный какой-то может квантовый бог может как это и и другая идея потому что они все идеи причина что значит причина что для тебя причина а что может быть причина ведь мы уже выяснили что причина следственная связь она вообще другая может быть ли причина провоцирующее следствие точно быть точно быть существовать именно в такой форме в таком понимании и понятии чтобы это происходило именно такое следствие может быть это вот просто интерпретация может быть причина это и следствие стало совершенно что-то другое здесь настолько все размыто настолько оно неопределенно что ты можешь сам выбрать что тебе важно что тебе интересно что тебе понятно и удобно может быть тебе просто удобно вот спрашивать у всех чё-то ходить и тем самым ну удовлетворять какие-то свои детские амбиции может там с отцом не не наобщался в детстве ждите спрашивают я напоминаю много раз об этом рассказал же дети спрашивают вот этот вопрос и взрослым не потому что хотят что-то знать а им нужен просто контакт связь вот и все я не папа твой поэтому сразу рублю этот момент на корню жестко 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 сразу так и приглашаю тебя к взрослению быть взрослым не задавать вопросы быть взрослым не копаться в причинах не по не искать что есть что что это бессмысленно это бессмысленные вопросы ты не знаешь значение тех слов которые используешь в задавании вопроса если ты их не знаешь любой ответ будет тебе непонятен непонятен поскольку ты будешь продолжать не понимать этих слов а если ты постиг познал значение слов эти вопросы тебе не нужны иначе ты познал вопрос значит у тебя есть и ответ на все то что используется значение тех слов используемых в вопроса вопросе вопросах сатсанг это приглашение у вас к взрослению сатсанг сатсанг это указывание вам на пустотную и бессмысленную природу вы у ваших вопросов это приглашение к взрослению и ваша возможность это приглашение принять и все и стать джамалунгом и горой которая грезит идеи ровно до того момента пока не начнет свой танец танец шивы и